Саранский городоначальник прием граждан начал даже чуть раньше полудня. Желающих поговорить с мэром лично собралось много. Люди хотели, чтобы Петр Тултаев помог разрешить проблемы, которые долгое время не решаются на уровне районных властей и переписки с администрацией. Представляю интересы жильцов дома 73 по проспекту 70-летия Октября. У нас два вопроса. Первый вопрос связан по демонтажу металлического гаража, незаконно установленного у нашего дома. И второй вопрос по поводу обустройства автостоянки. Я по поводу шатровой кровли была в прошлом году на приеме Петра Николаевича. Он мне обещал на 20-й год. Вот я сейчас хочу уточнить, включили нас в план. Председатель 35-го ТСЖ на улице Лихачева Галина Колушева пришла к мэру, чтобы удостовериться, действительно ли в их доме отремонтируют лифт и кровлю. Представители фонда капремонта заверили, в ближайшие два года все сделают. А вот замену второго лифта, который в одноподъездной девятиэтажке не функционирует больше четверти века, с момента постройки дома. Отложили до окончания первоочередных работ. До первого сентября лифт действующий будет заменен, установлен. На 21-й год у вас, Сергей Александрович, запланирован продали воду кровли. Вот капитальный воду кровли. Теперь, что касается второго лифта, конечно, наверное, это желательно, но пока сейчас такой вопрос с ним. Из городской администрации мы отправились в Министерство печати. Виталия Калугина, к сожалению, не застали, он в отпуске. А все остальные сотрудники были на обеде. Сегодня Всероссийский день приема граждан. Первый замминистра печати Инна Скопина все же прервала свой обед, но на все наши вопросы не ответила. Мы по вопросу национальных и других изданий, районных газет, региональных изданий. Нет, по национальным, это у нас Виталий Точи в понедельник будет, если хотите. А по финансированию сейчас вообще? То уже к нему, если хотите, обращайтесь. В Министерстве культуры нас не готовы были принять и без четверти два. Сказали, что Светлана Баулина уехала на совещание. Просили подождать до половины третьего. Но и в это время исполняющая обязанности министра еще не вернулась, хотя желающие попасть к ней на прием были. Вера Фомичева не первый раз обивает пороги Минкульта, добивает, чтобы в Пушкинской библиотеке включили лифт. На седьмой этаж поднимаются люди с палочками, еле-еле. Я в тот раз чуть не упала. У меня сумка, как всегда, телефон в другой руке, и я чуть не рассказываю. Она извинялась, извинялась. Но на этом и все. Первый замминистра культуры и нацполитики Александр Коргин пообещал, а точнее выразил надежду, что в ближайшее время отключать электричество в национальной библиотеке и сельских домах культуры наконец перестанут. Конечно, всегда трудно, когда не хватает потенциала материально-технического обеспечения. И надеемся, что на очередной сессии Государственного собрания многие вопросы будут решены. Что нам сказали по поводу кадровых перестановок в Минкульте, а также как приняли съемочную группу 10-го канала в Министерстве финансов Мордовии, мы расскажем в субботу в итоговой программе «В центре внимания». Людмила Чекал, Артем Руденко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова